О, написано, Фёдор Михайлович я бы обнял и поцеловал. О, а Чубайс Анатолий Борисович говорил, да я его этого, да как это, прям разорвал бы зубами Достоевского, сгрыз бы его, вот как он его приветствует. У меня вопрос есть. Давай. А вопрос такой, ну я думаю, не исторический. Так всё-таки, а ты вам прав был или нет? Был, есть хоть один такой митрополит, там, иезуит или хоть кто-то, кто именно так думает, как вот этот говорил, иезуит. Сейчас, в наше время, есть такое или нету? Может их несколько есть, а может целое сословие. Вот есть или нет такое именно? Проверять надо по конечным словам. Мы заменили твой подвиг. Мы спасём всех. Кто не причащался? Кто не причащался? 99% так мыслят. Никаких канонов не надо. Вы только спасли своих гордых, там, эти праведники. А мы всех спасём. Заходите. А мы, мы жестокие. Мы нехорошие. Вот так. Главное-то здесь, что мы исправили твой подвиг, где строгость нужна. Рождение свыше. Водительство Духом Святым. Ничего не надо. Мы разрешим. А они будут грешить, но с нашего позволения, священники. Он благословляет на всякую, то, что идёт. На что угодно благословляет. Вот так. Так что, почти все. Вопрос. Вопрос следующий теперь. Вот. Сейчас у нас вот интернет-сообщество. Наши вот эти вот братья. Ну и те, которые могут братьями стать. Они ходят в эти храмы. Где вот эти самые инквизиторы правят всё. И теперь дальше. Как им, как быть им, как действовать в этом деле? Никак. Потому что они на занятиях не участвуют. В субботу вечером никогда их нету. И им разве с ней откуда ходить. В самом начале уже там. Там не было или рождения свыше, или чего-то. Они только нас обсуждают. Косточки наши промывают. Я хорошо это знаю. У них нет этого, что вот. Представь себе, как приходят. Какой у нас порядок, тишина. С каждым человеком занимаются проповеди. Им это не надо. Им надо пришёл и ушёл. А почему? А он тот, который стоит, он взял на себя всё. Какая разница, куда ходить? Им разницы нет. Они никогда не заходят даже к нам в трапезу, когда идёт собрание. Им не надо это. Потому что они чужие. Вот так. Игнат Тихонович. Да. Игорь Владимирович, ну вы повторите вопрос. Вопрос-то там другой был. Ну, что я могу сказать? Вопрос другой, да. Вопрос-то о интернет-сообществе, а не о нашей общине. О нашей общине, да, понятно. Это понятно. Я сказал, о тех, которым сказали, что нужно сделать. Их сегодня нету. Батюшки нету. Всё, они не приходят. А когда батюшка здесь... Нет, я имею в виду о братьях наших, вот, в интернет-сообществе, которые ходят в храмы, где там правят эти самые священники и митрополиты. Им как вот быть? Что ещё им нужно сделать для того, чтобы не впасть вот в эти прелести все сатанинские? Ну, как мы в то время ходили, когда? Мы ни в чём не участвовали у них. Но богослужения не пропускали. Стояли и молились. А дальше отдельно по домам собирались. У нас занятия шли все эти годы. Вот я не знаю, здесь в Барнауле-то 30 или 40 лет шли занятия. А уж когда разрешили, тогда и в университетах, и везде, в школах, везде занятия вели. Но дома мы собирались три раза в неделю. По два часа. А ходили в эти храмы патриаршие. И всё, пока община не будет создано. А уж как, открыли зарубежные приходы? Общение, жертву общения, со святыми общение, да? Да. Вот то, что у нас занятия идут, это спасительно для человека, да? Да. Да. Всё. Вот. Когда у нас не было общины, мы ходили в храм, не пропускали богослужения, и где можно было священникам что-то помогали, там, даже крышу перекрыть или ещё что-то. Но брали под опеку перед всеми бабушками, там, с крыши снег скидать, дрова наколоть, привезти. Я бесплатно печи делал, то есть обиходили их как только могли. А ходили в патриархию, другого не было. Но занятия у нас постоянно шли. И у нас приходили разные сектанты, и вот таком на дому когда было, и отец Геннадий Фаст обратился, и вот этот обратился следователь КГБ, стал священником. То есть у нас работа так же шла. Ну я так из всего этого понимаю, из того, что придумал этот Иван, на самом деле это не придумал он, а это действительность такова, что самое главное найти доброго пастыря, настоящего пастыря, руками которого совершаются вот это самое таинство крещения, рождения свыше людей. Это самое-самое первостепенное, что у нас теперь остаётся. Так? Да, мы тогда отпуск, у нас отпуск был такой, ехали из Барнаула в один конец, ну работали на железной дороге все. Родители во Фрунзе, оттуда мы в Каспийское море проходим, Армения, Азербайджан, ну одна страна была. Дальше Молдавия, Эстония, это всё в один конец считалось у нас. И везде мы собирались, люди уже знали, специально знали, куда заезжать, и оповещали, чтобы телефон был. И собирались люди. Вот этот самый, у останавливались, у Гордеева Михаила Фёдоровича в Москве. И однажды, когда им так понравилось, москвичам наши беседы, они друг на друга смотрят, а ты откуда? Говорят, да я от Сокола, как в Москве. Вот это, да, говорят, с Алтая приехали, чтобы нас, говорят, свести друг с другом. Везде работа, непощадный край. Вот я представляю, сегодня батюшки нету, ну, меня нету, вам небольшая потеря. Мы признаём благодательность московского патриархата. И мы будем помогать священникам. Встречи будут, обязательно найдутся эти люди. К нам они ночью тайно приходили священники, и не один. Просили составить, вот я исповедую, он говорит, какие вопросы надо задавать-то? Составить для священников покаяние. С нами они ничего не могли, архиереи, сделать. Мы ни в чём, нигде не нарушали. Травить они травили нас. Людей науискивали. Но мы живые. Так что, не то что... А хорошие священники всегда находились. Всегда. Тогда отец Дмитрий Дудко был другой, отец Глеб Якунин, Александр Мень. Вот мы всех знали. И в разных городах, тогда Ленинград был, там собирались на дому священники. Вот этот Владимир Цветков, Леонид Грошев. Они вышли перед народом, покаялись. Обратились, священники в Афрунзе. И находили подпольные, которые с нами знались. У них там епископы были, истинно православные христиане. Вот так. Я так же понял из этого всего повествования, что этот самый инквизитор, он никогда не говорил о том, чтобы люди познавали слово Господне. Он все время говорил о материальных благах, о их счастье. Хотя я так понимаю, что слово счастье, это не слово блаженства. То есть, значит, он говорил только о плотинном. И потеря словом Божья в устах священников, не звучащая, это, ну, просто зияющая дыра в душах всех людей, которых они пасут. Вот правильно я это, ну... Люди ходят в церковь или не ходят, они знают, будет загробная жизнь. И они тогда себя выдают за спасителей. Вы только гордыми занимаетесь. А мы разрешим грех. Он прямо говорит. Это то, что сегодня делает патриархия, дверь распахнута. Можно думать, как перейти к мусульманам, там куда-то. Думать патриархию нельзя переходить, лишь бы порог перешагнул. Тебя никто ничего не спрашивает. Это прямо уже все установлено, что он говорит. Они заменили истину Божью ложью. Все батюшка благословил, батюшка сказал. Они верят батюшке архиерея. Любви Божией-то, которая сошла с неба, они не знают. Совершенно не знают. И вот это он и говорит, что мы разрешим грех с нашего разрешения. Любить, не любить. Они все будут слушать за нас. Потому что хлеб, тайна, все в наших руках будет. Они к этому и подводят. Щип тебе правая рука и чело. Все религии они сметут. Но останутся в пещерах, где-то там под землей или неизвестно где. В тайге. Они нас люто ненавидят. Просто люто. И у меня сохранились. Моя переписка с Гедеоном, архиепископом в Новосибирске. Потом с Ставропольским митрополитом был. До слова Божия нет. Уз там все написано это. Мы везде свидетельствовали. Везде. В метро. Там в храмах где было. Я даже в храме Василия Блаженного. И там удалось благовествовать. Третьяковки. Исаакиевский собор. Ну все. Где только можно было. В разных-разных местах. Шло свидетельство. Обращались новые люди. И, конечно, находились священники. Строго все соблюдали. Один раз через меня Бог так сделал. Ну, Бог это сделал так. Подпольные христиане. 32 человека обратились. И там у них уже были. Которые монашеский чин приняли. И мы тогда. Тогда был архиепископ Гедеон Докукин. Новосибирский. Их в сущем сане приняли. Шишкина Раиса. Она стала Ксенией. Такого-то монастыря здесь. Игуменей. Это наши люди все. На домах они пришли, покаялись. И они стали детей пускать в школу. Стали пенсии получать. Они ничего этого не имели. Подпольное. И у меня на работу защистили сотрудники КГБ. И что? Вот Биденко. Александр Семенович его звать. Он майор был тогда. Хотели меня забросить на базу. Там, где староверы. Чтобы они вышли. А я говорю, вы меня дорогой столкнете. И все. Ой, да что вы. Казарский край. Я был там. Ну вот так. Труд всегда есть. Трудиться надо. Непрерывно. Трудиться. Мы даже накапливали средства. Десятину отдавали баптистам. Они подпольно издавали новые заветы. Где-то в Эстонии. Там, говорят, в подземельях. Мы всегда находили где быть. И мы постоянно их посещали. Баптистские собрания. И оттуда приходили новые люди. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Вячеслав Семенов отошел. Его нету. Ну я отошел туда. Куда готовится? Я тоже. Говорите, кто будет молиться. А, вот так. Я пропою. Сейчас хорошо. Минуточку. Я загляну сейчас. Кто у нас тут есть? Валентина Дмитриевна Сортисон здесь? Да, я здесь. Ну вот, уже все ясно. Вы знаете, как пропоют сейчас братья тут. И сразу кратко помолитесь. Прославьте Пресвятую Троицу. И аминь скажете. И кто согласен, говорите аминь. Во славу Божию. Достойно есть я кого истину. Блажите Тя, Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувин. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога Слова родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Милосерный Создатель, милостивый Господь, сотворивший небо и землю. Во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, прими нашу молитву. Принаши многократные благодарения за все милости, оказанные Тобою нам. Господи, мы благодарим Тебя за эту общину, созданную Духом Твоим Святым. Где мы находим успокоение. Где мы видим отдушину от тех дел, от которых мы видим в своих храмах. Мы рассеянные здесь. Помоги нам, Господи, сохранить всех в том духе и с теми правилами, которыми мы научены здесь, в этом интернет-обществе. Мы благодарим Тебя, Господи, за учителей. За Игнатия Тихоновича, который объединил нас вокруг Тебя. За всех братьев, которые научают нам, помогают нам понять Слово Твое. Господи, помоги этим братьям, укрепи их, Господи. Прости, Господи, в чем мы здесь согрешили. И направь нас, Духом Твоим Святым, на исправление наших неправильных дел, наших грехов, которые мы совершили прежде. Благодарен Ты, Господи. И благословен Ты, Господи. Мы Тебе славу отсылаем, милосердный Господь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Отец, Сын и Дух Святой. Бумажку дай мне, бумажку чистенькую дай мне. Аминь, спаси Христос. Маленькую. карандаш иди сюда